В эфире специальный выпуск новостей седьмого канала. Мы продолжаем и естественно торжественным шествием празднование Дня Победы в Красноярске не закончится. В нашем городе запланирована масштабная программа, куда лучше сходить, но не только сегодня, но и в предстоящие выходные. Расскажем прямо сейчас. Если вы не успели к началу главного концерта на театральной площади, переживать не стоит. Праздничные выступления музыкальных коллективов будут идти до 17.30 на верхнем и нижнем ярусах. Без хедлайнеров тоже не обойдется. В 14.00 на сцену выйдет любимая горожанами группа Яхант. Первые залпы праздничного салюта раздадутся в городе в 22.45. Продлится эта канонада до 23.00. Все фееверки запустят с баршной Енисеи. Лучшие места для просмотра традиционные. Остров Татышев, площадь у большого концертного зала и театральная площадь. Вечер Дня Победы можно провести и за культурным досугом. В театре юного зрителя можно увидеть душесчипательную героическую поэму в одном действии «Азори здесь тихие». А в театре имени Пушкина премьера современной пасторальной пьесы по произведениям Виктора Оставьева «Пастух и пастушка». Спектакли дают в то же время еще 10 и 11 мая. Задушевные и народно любимые песни военных лет можно услышать 10 мая в Большом зале филармонии. Там в 17.00 с программой «Весна Победы» выступит ансамбль песней «Краса». Все знакомые композиции объединены сценическим действием в полноценный спектакль. В нем примут участие солисты ансамбля «Метелица» и «Светлица». Поклонники футбола не должны пропустить матч первенства ФНЛ на центральном стадионе. Там встречаются красноярские Несей с клубом «Луча энергия». Начало игры в 17.00. Это первый в этом году матч на открытом воздухе. Предыдущие игры проходили в крытом манеже. Ну а для тех, кому хочется самому подвигаться, 11 мая в культурно-деловом центре «Особняк» пройдет интенсив по танцу «Ритмы свободы». Лада Соколова, приглашенный тренер из Екатеринбурга, поможет набраться силы и энергии на рабочую неделю. Начало в 11.00.